Севастопольские и крымские отели пользуются в полтора раза большим спросом. Количество бронирований на май-июнь увеличилось на 60% по сравнению с показателями предыдущих годов. Такие данные озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев на пресс-конференции для редакторов городских телеканалов. Причиной подобного эффекта стало закрытие российской границы из-за пандемии в Европе и Китае. Глава города считает, что и Крым, и Севастополь могут извлечь определенную выгоду. Главное, в течение ближайшего месяца взять ситуацию под контроль и не допустить распространения нового типа коронавируса. В Российской Федерации с учетом перекрытия границ, повышенных мер, более эффективной системы, которая сегодня организована, по крайней мере, я рассчитываю, чтобы за апрель все будет понятно, все локализовано будет, соответственно, все возможные последствия будут предотвращены, и мы сможем принять в мае-июне, во-первых, мы праздничные все мероприятия проведем на достойном уровне, и, во-вторых, конечно, будем с удовольствием принимать гостей. Для нас, конечно, это шанс, в том числе экономический. Михаил Развожаев рассказал, что не видит сейчас смысла в полной изоляции полуострова, в том числе закрытие движения по Крымскому мосту. Градоначальник находится в постоянном контакте с главой республики Сергеем Аксеновым, а также с руководством Черноморского флота. И в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на помощь готовы прийти военно-медицинские силы. Сейчас смотрим, как возможно задействовать при необходимости их резервные мощности. Свои все посчитали. Даже, знаете, там большой медицинский корабль стоит «Анисей», который был, ну, госпиталь, корабль-госпиталь. Сейчас тоже он приводится в порядок при необходимости, как резервная мощность. Ну, думаю, до этого не дойдет, но, тем не менее, мы продумываем все детали и все ресурсы, которые можно дополнительно задействовать. Несмотря на отсутствие в свободной продаже медицинских масок, Михаил Развожаев заверяет, что врачи ими обеспечены в полном объеме. Их запас в учреждениях здравоохранения составляет 400 тысяч штук и постоянно пополняется. В распоряжении медиков 56 аппаратов искусственной вентиляции легких, большинство из которых местные власти планируют сконцентрировать в городской инфекционной больнице. Ее косметический ремонт почти завершен, подчеркнул градоначальник и напомнил. Севастополь мог и вовсе встретиться с угрозой коронавируса без инфекционной больницы. Чтобы построить новый корпус, старые здания предполагалось снести. На данный момент основную угрозу, по словам Михаила Развожаева, представляют люди, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и не уведомили об этом местные власти. Очень хочется, чтобы люди сами здесь ответственность проявили, позвонили на телефон горячей линии. Особенно, если не дай бог, они испытывают какие-то неудобства, температуру, насморк и так далее, чтобы точно быть уверенным, что все нормально.